Каждый болельщик желает знать, какой вчера был счет. Мы расскажем не только об этом, оборотисто может быть пикантно, вероятно неожиданно и 100% субъективно. Осторожно, сегодня много хоккея. Меня зовут Александр Иванов, программа «Проспорт». Здравствуйте. Химик подрезал сокол, но утонул в Неве. Итоги сезона. В КХЛ «Спартак» повторяют судьбу воскресенцев, уступив СКА. Ови бьет снайперские рекорды. Устоит ли вечный результат Уэйна Грецки? Великий исход легионеров из России и другие проблемы индустрии спорта. Федина чемпион по мини-футболу, а не почти как Ювентус. Воскресенский химик выдал лучший сезон за последний, а давайте не будем считать. Ведь мы помним невероятный винстриг из 11 матчей в 2018 году. Тогда же штамповал свои шатауты Хомченко, наглухо закрыл ворота. Желто-синие показывали себя как самая малопропускающая команда. Но сезон 2021-2022 годов был похож на полет копья, стало быть, атакующий. Движение, комбинационная игра, голы, голы пришли. Команда держалась наравне с привычными лидерами. Югрой, Сканевой или Рубином и питерскими динамовцами. По итогу гладкого чемпионата мы шестые. И выше только названные мной клубы. Да еще Металлурка из Новокузнецка. Призовая тройка была на расстоянии вытянутой руки. Но не случилось. Только в плей-офф Химик руки этой не опустил. Продолжу втянуться. Шибко с соколом вышло яростной. Шибко с Санкт-Петербург на свидание с Динамо СПБ. Выделывая фигуры высшего пилотажа. Две победы на выезде. Одна разгромная 1-7. Но этот успех пропитан ядом. После упорной серии с Красноярским соколом, где Химик отдал изрядную долю сил, желто-синие отправились в северную столицу. На встречу с Динамо СПБ. Вояж оказался громоподобным. Химик на зубах в овертайме берет первый мать со счетом 2-3. А потом раскалывает Динамовцев 1-7. Половина дела уже в кармане, но это плей-оффы тут считают до 4-х. В стартовом успехе скрыт Криптонит. И наставник команды об этом знает. Поэтому повторяет знакомую тренерскую мантру. Я уже ребятам сказал, что не важно, какой счет. 7-1 или 1-0 ты выигрываешь. Тут надо просто выигрывать в каждой игре. Их всего 4. В третьем матче первая шайба пришла быстро. На третьей минуте Химик приходит в состояние нарастающего замешательства. Защитник Воскресенцев подбивает своего и мешкает. Цыплаков теряет клюшку, а Скавронский уезжает за ворота. Для равновесия моменты будут. У Динамо 3 удаления в первом периоде. Для плей-офф слишком много. Но Воскресенцы только с третьей попытки смогли извлечь пользу из ситуации. Вторые периоды всегда интересны и всегда имеют потенциал решающих. Смена сторон – фактор, который тренеры имеют в виду и стараются использовать. Химик сочетает наглость с аккуратностью и уже на первой минуте выходит вперед. Но зацепиться за счет не получается. Динамовцы используют самую стандартную ситуацию для ответной шайбы. Чернов выбирает идеальный момент, чтобы отлепиться от своего охранника. Опять нестабильность начала периода сменяет динамическое равновесие. Но на 27-й минуте Воскресенцы удаляются. Единственный раз в этом матче. Гол, как под копирку, в своей сути повторяет предыдущий. Питак проигран. Но только бросок не в касание, а потому пас голевой. Химик выкладывается в оставшееся время, но сопротивление не сломить. Даже в шестером. Гол в пустые ворота. Итоговый счет 2-4. И ошеломленная питерская «Динамо» поднимается на ноги в третьем матче серии. Мы все еще играем теми двумя матчами, что провели в Санкт-Петербурге. Это плей-офф. Здесь никто поднимать руки не будет. Поэтому здесь один из сильнейших составов. А результат отрицательный. Это все в головах. Отрицательный результат матча я беру как тренер на себя. Именно в этой точке желто-синие утратили ментальное преимущество. И в их парусе больше нет ветра. Лидируя в Сирии, они не ощущают себя лидерами. А питерская команда, бывалый кубковый боец, не получив решающего удара, встает на ноги. Дальнейшее наблюдение за неизбежностью. Но наставник команды Сергей Решетников назовет самую важную, переломную вторую игру дома. Обратив внимание на такой элемент, как тренерский запрос на просмотр. Во второй игре домашней, была как бы уже от ножа игра. И в принципе игра удавалась. Но кое-какие компоненты, которые, это не хоккейные, это около хоккейные, нам не дали выиграть эту игру. Это, скажем так, ну скажем, третий гол динамовский, он не должен был засчитываться. Он был забит с нарушением правил. И вот это сыграло определенную роль во всей серии. Очень определенную роль. Не забей они, забили бы мы, был бы счет 3-1. Я думаю, было бы. Сейчас в современной хоккее и в современной реалии надо с ними в ногу шагать. Если ты с ними не шагаешь в ногу, то очень тяжело. Надо просто обыгрывать команду соперника с двух, ну скажем так, в две, в три шайбы. По сути, это значит, что все изменило судейское решение. У Химика не было тотального преимущества, чтобы преодолеть его. Слишком равная игра. Такой она осталась в пятом и шестом матчах. Поражение 3-2 в овертайме и 4-3. Что это как не предел возможностей. Химик был великолепен большую часть сезона. Но здесь требовалось сверхусилие, что на латинском звучит плюс ультра. Так выходят на новый уровень через точку локального кризиса. А ошибки не позволили этого сделать. Эти индивидуальные ошибки тяжело исправлять игрокам. Они затрачивают больше сил на это, чем могли бы потратить в этой игре. Это как бы, скажем, ну они в глаза бросаются, честно говоря. Я не буду как бы ацентировать это. Они в глаза бросаются. Это многие эти ошибки. Я просто говорю, что, скажем так, в пятой и шестой игре они повлияли на исход матча. Ну их можно как-то обрисовать? Это переход из обороны в атаку? Нет, это просто ошибки, индивидуальные ошибки. По описанию подходит то, что в спорте принято называть классом. То есть количеством мастерства, демонстрируемого в единицу времени. Здесь туман, и мы не знаем, о ком конкретно идет речь. Но усилиться химик не мог до идеала. У него ведь другие задачи – готовить игроков для столичного Спартака. Такова специфика фарм-клуба. Второй сезон подряд, который мы проводим, который я провожу в качестве главного тренера, что в ФК Рязани, что сейчас химики, каждый игрок провел свой лучший сезон. На данный момент. Не знаю, что дальше будет. Конечно, это я только им желаю, что там только положительное и все остальное. Но каждый игрок, следовательно, у нас, я считаю, что положительная работа. Мы ее и преследуем. Мы готовим игроков для более высоких целей. Ну, давайте тогда последний вопрос. Как бы общий итог сезона. Что вы можете? Вы удовлетворены или расстроены? Или то и другое как-то перемешалось? Ну, вот, скорее всего, все перемешалось. Потому что, скажу так, что все говорят, что за последние там 10 лет после чемпионского сезона, когда химик выиграл здесь чемпиона, это самый лучший сезон был. Может быть, но мы не выиграли ничего. Вот и все. Вот ответ для... Да, мы неплохо играли. Заняли шестое место в регулярном. Пятое место в общее. Но медалей-то нет. Пытаясь пройти между инем амбиции и янем реальности, Сергей Решетников подарил болельщикам веселый хоккей. В лучшем смысле этого слова. Команда летала, при этом постоянно мелькали в составе молодые хоккеисты. Здорово дебютировал на взрослом уровне Куликов. 24 матча и 15 побед. Высокий показатель процента отраженных бросков. 92,9. В активе есть сухарь. По результату регулярного сезона было много позитивных моментов. Я думаю, больше, чем отрицательных. Новый опыт, новый уровень. Мне понравилось. Когда ты понял, что будет много игрового времени, можно как бы цепляться за основу? Вот после первой победы, как первый матч выиграли, я подумал, что все, уже тренера доверят дальше. По возможности. Куликов в десятке лучших вратарей в высшей хоккейной лиге. А мы знаем, что при успевающем дают шанс в КХЛ. Так было с Хомченко и с Кавронским. Явный знак в пользу этого концовка сезона, которую Куликов провел, тренируясь со Спартаком. Поход за Кубком Гагарина у московского Спартака вышел как минимум необычным. Йокерит покинул КХЛ, и красно-белые остались без соперника на первый раунд. К тому моменту, когда Скара забрался с Менчанами, Спартак настолько проголодался, что съел грозного соперника 1-6 на выезде. Хоть без фарта и не обошлось. Переварить такой обширный завтрак не получилось. Дальше в каждом матче на Тоненкова 2-1. Любимый счет. Он был в четырех оставшихся встречах. Но каждый раз в пользу СКА. Итог 4-1 в серии. Эта история запараллелилась с Воскресенской. В КХЛ сейчас массовый исход легионеров. Иностранные команды покидают лигу. Попрощались с целыми клубами. Дальше без финского Йокерита и латвийского Динамо. Уезжают игроки из ведущих команд, которые борются за кубок Гагарина. Их это не останавливает. Тут же вырастает сам собой вопрос о зрелищности. Мы говорим, что Олимпиада выглядела блекло без заокеанских мастеров. Здесь ровно то же самое. Своих классных не станет внезапно больше, а чужих уже нет. А ведь в соревнованиях самых-самых растут все остальные. Здесь задачка со звездочкой, потому что еще и доступность спортивного инвентаря, похоже, упадет из-за санкций. Привычного изобилия не будет, а значит и цена вырастет, а вместе с ней и порог вхождения в спорт. Хоккей и до этого был дорогим. А теперь довести ребенка до выпуска влетит родителям в копеечку. Массовости это не прибавится. Конкуренция в детском спорте, скорее всего, упадет. Что станет не теориадной? Вопросов пока больше, чем ответов. Ясно видит свою цель Александр Овечкин. Ови побил снайперский рекорд национальной хоккейной лиги, став лучшим европейским галеодором. До этого за собой звание сохранял Яромир Ягор. Вот что он сказал, когда знаменитая восьмерка Washington Capitals была в шаге от него. Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлениями, мне нужна мотивация, чтобы вернуться. Я считаю, что у каждого рекорда есть своя особая аура, своя защита. Кто-нибудь может сказать, сколько бросков понадобилось Уэйну Грецке, чтобы в свое время забросить ту самую шайбу, которая позволила обойти рекорд Горди Хоу? Это интересно. Овечкин на третьем месте по заброшенным шайбам за всю историю национальной хоккейной лиги. На момент записи их 772 шайбы. У Горди Хоу 801, а у Уэйна Грецкий 894. Непреодолимое достижение падет, вопрос времени, а оно есть у знаменитого снайпера. Есть и стабильность. Сколько ни шути про офис Овечкина, левый круг вбрасывание, с которого он кладет львиную долю голов. А только все, зная об этом, до сих пор позволяют ему забивать с этой точки. Александр Великий, так его называют в НХЛ, а как иначе, теперь что не матч, так побитый рекорд. Столичные горят в Миннесоте дома 1-5, а Ове становится 21-м бомбардиром всех временных народов Лиги национальной хоккейной. Цените момент, живем в одно время с легендой мирового спорта. Потом внукам расскажете, как видели его в Воскресенске на благотворительном матче. Был такой однажды. И в завершение про мини-футбол. Федина – королевский клуб из сельского поселения. Он в пятый раз подряд становится чемпионом округа. Мадридский Реал делал серию с пяти побед подряд. Ювентус одерживал семь побед в национальном чемпионате. Рекорд у латвийского сконта – 14 титулов подряд. Фединцам есть куда стремиться. Гигант или Федина? Федина или Гигант? Разрешить эту дилемму должен был последний тур. Одержав победу в своем матче, Гигант поднялся на первую строчку в высшей Лиге округа по мини-футболу. Федину было необходимо обыграть МФК Воскресенск, чтобы не просто вернуть позицию, но и получить чемпионство. Ведь в личных встречах они были сильнее конкурента. В итоге сокрушительная победа на классе 9-1. И ФК Федина празднует с юморком. Все команды примерно у нас одного уровня стали. Поэтому сейчас и борьба и за первое, второе место у нас была, и за третье, четвертое. Поэтому побежает сильнейший! Роман Баринов делает хэт-трик и вносит значительный вклад в победу. Была ли хоть тень сомнений у него перед последним туром? Да, соперник на 14-м месте из 16 возможных. Но в этой игре возможно все. Честно не было. Пятый год подряд выигрываем. Поэтому уже шли прям с уверенностью, что надо доказывать всем самим себе, что мы сильнейшие в очередной раз. Когда не дается побеждать? Побеждать. Это классно, так как на работе и в спорте. В последний момент решилась судьба и третьего места. На этой позиции команда «Химик». Сезон получился, я считаю, очень удачным. У нас на каждом, скажем так, в каждой части турнира на таблице была борьба. Много эмоций, как и положительных, так и отрицательных, но больше положительных. Поэтому я считаю, что сезон у нас в этом году удался и мы работаем в правильном направлении. Лучшим клубом дорога в Лигу чемпионов. Это знает каждый. А лучшие в городских округах Воскресенск, Шатура, Павловский, Пассат и Орехово-Зуево играют в Лиге чемпионов Восточного Подмосковья. В этом турнире нас представляют гиганты Горняк, пока клубы округа на последних позициях. Но, может быть, ФК Федина в следующем году возьмется исправить ситуацию. Хоккея сегодня и правда было много, но черпать практически уже неоткуда. «Химик» и «Спартак» завершили сезоны. А знаете, кто нет? Профессиональный женский клуб 7-62. 6 апреля стартует плей-офф. Играем SkyRes в AnkiRace. Без болельщиков не обойтись. Все это про спорт. До свидания.